Без Христа я умирал. Четыре срока отсидел в тюрьме. 20 лет употреблял наркотики. Сегодня я миссионер в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, в Камбодже, в Лаосе. Я в 50 лет поступил в педагогический университет. Мы вошли во Вьетнам именно тогда, когда там произошел тайфун, который унес в нашем городе 106 жизней. Но я очень хочу совершить подвиг для тебя. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Программа «Выбор» и я ведущая этой программы Наталья Чернякова. Мой гость сегодня Александр Кульпин. Александр, приветствую. Приветствую вас. Я изо всех сил делаю при вот этой презентации гостя загадочное лицо, потому что я наперед знаю, что программа обычная не будет. А давайте опередим события. Для начала, может, кто-то на секундочку зашел на эту программу и останется с Божьей помощью слушать ее. Мы скажем о том, что вы миссионер. Где? Сегодня я миссионер в Юго-Восточной Азии. Проживаемый церковь у нас в Ничанге, в средней части Вьетнама. Но мы служим также в Таиланде, в Камбодже и в Лаос сейчас подвигаемся. Для того, чтобы искать людей, проповедовать им Слово Божие, чтобы они делали правильный выбор в жизни своей. Ну, в стране, где мы служим, она очень толерантная страна, и поэтому, хоть что им давай, они все принимают, и для них нет препятствий. Но! Даже когда католическая церковь вошла туда, вьетнамцы уговорили католиков, чтобы они позволяли им все-таки связываться, связываться, они поклоняются духам умерших предков своих, ну, католики пошли на это. Поэтому вот, ну, вот это вот такая ментальность и менталитет очень сложный. Но, если лично, когда общаешься, то так вот можно достичь человека. Укореняются, естественно, те, кто имел личную встречу с Господом, то есть возрождение свыше, кто имел. Те, естественно, укореняются на твердом основании, которое есть Христос. Но это не все. Да. Вот, не все. А что мы знаем о России? Разве в России все? Ну, так вот, где-то вот я и обратил внимание на схожесть. А буддисты, они номинальные. Да. Точно такие же, как и здесь в России. Как православные здесь. Да-да-да. Как вот в России православные. Вы мне задали такой вопрос в нашей беседе, приватной еще, до эфира. О чем рассказать? Знаете, что я сейчас вам подскажу? Как вы дошли? Вот до такой жизни расскажите. Во-первых, как вы дошли до Христа? Зачем вам нужен был Христос? Христос мне нужен был, ну, вот первый самый ответ, это он мне нужен был для жизни, потому что без Христа я умирал. Умирал именно в прямом смысле этого слова. У меня такая история интересная была. Как-то меня в школу пригласили, чтобы я профилактику рассказал родителям и школьникам о вреде наркомании и пьянства. И полицейская, она проводила этот диалог в школе, она у меня попросила, Александр, подскажите, пожалуйста, как мне вас представить? Я говорю, ну, давайте выберем. Я говорю, в детском садике был, в школе учился, был чемпионом области по спортивной акробатике, учился налетчика-истребителя Союза Советских Социалистических Республик, моряком был, был рецидивистом, четыре срока отсидел в тюрьме, наркоманом был, говорю, двадцать лет употреблял наркотики, закончил семинарию международного образца во Христе Иисусе и также окончил педагогический университет. Кто, говорю, из этих людей вам подходит? Я другой вопрос задам. Как из всех этих слепить вот эту личность, которую я сейчас вижу? Сколько лет вы отдали тюрьме? Двенадцать с половиной. Двенадцать с половиной. Я этот вопрос задала, потому что сколько-то лет надо же было, чтобы учиться, вот эти профессии приобрести, которые вы пересислили. Но что за среда была, в которой вы выросли? Чему вас учили, хотя бы в нескольких словах? Откуда вы вышли? Из какой среды? Что вы так лихо вырвались в наркоманию? Что вы институт не потеряли? Что вы и в тюрьму попали? Родители у меня были очень простые люди. Они были добровольцы. По путевке комсомола, когда страна призывала, нужно построить завод, они папа из Крыма, мама из Башкирии, по зову партии, поехали строить в Сибирь, в город Омск, нефтеперерабатывающий комбинат. Семья у меня такая... Основательная. Основательная, средняя такая. Мама работала всю жизнь на нефтекомбинате на этом. А папа был сварщиком, ну, простым рабочим, ну, с семенной печатью сварочных дел, но он при этом выпивал. Все время выпивал, и все ссоры, которые происходили дома, естественно, были при мне. У меня был старший брат. Есть. Да, ему 63 года. 63 года ему. Он был хулиганом. Я шел по его стопам, потому что он за меня постоянно заступался. Он, если что, он мог за меня отомстить кому-то или наказать кого-то, и я этим пользовался. И я думаю, что вот, скорее всего, вот так вот из меня рос вот этот вот эгоист. И я думаю, что, наверное, скорее всего, так и получилось. Почему? Потому что я был постоянно индивидуален. У меня все мысли, они были мои собственные. И эти мои собственные мысли привели меня... А я любил выпить уже с детства там. Я думаю, что человек хочет себя как-то показать этому миру, что он ценность имеет. Так вот, это в вашем случае. Расскажите, как вы реализовывались? А вот реализовывался через вот эти вот как будто бы так называемые достижения, которые для Бога вообще не достижения. Ну, для вас-то это круто было? Ну, наверное, да. Наверное, да. Потому что преступление, которое я организовал, оно даже до сих пор, наверное, в МВД, в университетах учат, как я делал трафик из южных стран, доставляя наркотики. А, то есть, с южными странами вы давно связаны? Конечно, конечно, конечно. Да, давно связан. Он только сейчас, слава Богу, поменялся вектор, да, вот, с точностью дооборот. То есть, произошло вот это вот метаноя, перемена образа мышления моего. Но, это вот путь, да. Александр, но исправляет в любом случае не тюрьма. Было 12 лет, да, лишения свободы. Каким образом вообще в тюрьме можно прийти к сознанию того, что Иисус – это тот, кто может перевернуть вообще мир в тебе? Все сознание может. Кто-то помогал, кто-то заходил, проповедники. Да, у меня были друзья, с которыми я совершал преступления, с которыми употреблял наркотики, что является тоже преступлением. и последнее время, когда я их видел, они уже прямо умирали. Я назвал это, что сидят они возле разбитого корыта. Все вот прямо вот. Но я на тот момент времени, вернее, мой эгоизм не был еще в таком положении. Я думаю, ну, ладно. Я потом сижу в тюрьме, а они стали приходить в тюрьму. проповедовать Иисуса, но я на это не обращал внимания. Я по своему преступному, по своим преступным мыслям думал, наверное, какое-то они вновь преступление нашли, и, соответственно, этому преступлению работают. я отбывал третий срок заключения, смотрю, они от корыта, от этого отлепились, стали тучнеть, у них стала жизнь полностью меняться, семьи стали восстанавливаться. Я думаю, ничего себе. А потом я сижу четвертый срок, а они все приходят. А мне все плохо и плохо. И вот в один прекрасный день, когда они так же пришли, а это была евангелизация, пришли в колонию, пришли с разных стран мира люди. И у меня так, я сидел, там уже евангелизация эта заканчивалась, у меня в сердце опять разговор такой. Он мне говорит, что, хорошо тебе? Я говорю, хорошо. Он говорит, ну встань и иди. И я встал и подошел вот к этим друзьям моим. Я не знал никакую молитву, друзья мои такие здоровые были. Почему были? Потому что они уже у Господа, их нету. И я так обнялся с ними и сказал из глубины своего сердца, я сказал, Господи, прости меня. И все. Это было мое покаяние и с тех пор вот жизнь моя изменилась. Это более 15 лет назад было. И всю жизнь Господь поменял. Вот такое вот дело было. И что интересно, вот докончиваю эту мысль. И недавно вот в этом году я проповедую Евангелие в тюрьме в Таиланде. И меня прямо как вот просвещение, как озарение слушай, ты сегодня иностранец пришел и говоришь вот этим людям Евангелие. А когда-то к тебе тоже пришли иностранцы, потому что основная команда той евангелизации, когда я покаялся, была и были иностранцы. я говорю, дежавю. Пути Господне неисповедимы. Мне всегда очень интересно, я думаю, не только мне понять, как в такой законсервированный костный мозг преступника, как он может развернуться на какой-то странный призыв «Прими Христа». Какого Христа? Что значит принять? Что такое покаяться? И в связи с этим вопросом я еще один задам, и вы сразу ответите на оба. Вы сказали, я иду в тюрьму и говорю Евангелие. Что вы говорите? Что такое говорить Евангелие вот сейчас? Как вам могут услышать? Я рассказываю свою историю, потому что я был точно такой же, как ты, и я не находил выхода. Но пришли христиане, рассказали мне о Исусе Христе, рассказали мне о том, что он, вернее, пошел на Голговский крест лично за мои грехи, и все грехи мои он забрал, и у меня есть право выбора принять эту жертву, принять Господа и Спасителя в жизнь свою, либо сказать, слушай, я буду справляться сам, по своей гордой натуре. И мы видим, что многие люди так и делают, не принимают Христа, другие, наоборот, принимают Христа, потому что Господь говорит, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ну, я верую, что это сверхъестественный Божий дар, Бог говорит, а человек уже имеет право выбора. И из того, что вы видели у верующих, и из того, что вы сейчас несете в тюрьмы, что вы можете сказать о том, важно ли нам быть в порядке верующим, или можно одно проповедовать, а вести себя по-другому? Вот какой ваш опыт? Очень важно, очень важно, и просто это невозможно. Мы всегда, естественно, имеем старание, чтобы нести свет. Христос, Он говорит, тогда я тебя уподоблю мужу благоразумному, а если ты не исполняешь, ты сам уподобишься мужу безрассудному. Вот из своей истории я вот просто вспоминая этот текст, я вижу, что я же в школе-то прятался от дождя, вы понимаете? Я в школе прятался от дождя, то есть я не учился никогда. Я был двоечником, я был хулиганом, а сегодня раз, я в 50 лет поступил в педагогический университет, вы можете себе представить? Там преподаватели, которые были в этом университете, они все время говорили, Александр Валентинович, а вам-то зачем это надо? Я говорю, ну на пенсию с дипломом вот пойду, или похороните меня с дипломом. Но предела совершенству нету, человек развивается, если он в правильном положении предотцом своим. Почему? Потому что отец, он хочет, чтобы мы вот из этого зашоренного положения увидели абсолютно все. Он говорит, все твое, что ты вцепился вот в это? Я сейчас слышу, если я правильно слышу, что наша духовная составляющая, вернее, это даже уже стержень духовный, это только направляющая, к которой может приклеиваться все, что угодно. Это и любовь, семья, да, это может быть образование одно, второе или третье. Бог не запрещает нам путешествия, другие страны, увлечения, марки собирать. Пожалуйста. Пожалуйста. Это такая благая вещь сейчас для многих, кто нас слушает, потому что у многих очень ошибочное такое есть мнение, заблуждается в том, что если уверовать, туго-туго завязать косынку вот здесь, вот прям удавиться этим и только бить поклоны. Нет, он любит всех, и тех, кто спортом занимается, и тех, кто... Но главное, он благословляет. Благословляет, благословляет, конечно. Почему? Потому что он написано в Священном Писании, он любит благословлять. даже если весь мир будет против твоей какой-то доброй мысли, он не против. Пожалуйста, говорит, иди. Иди. И вот на этом иди. Однажды, когда-то, я не знаю, сколько лет назад, в Омской церкви вам сказали, Александр, иди во Вьетнам, в центральную его часть и открывай церковь. Немножко с этого места расскажите нам. Это большая история, конечно. Ну, вкратце так скажу. Церковь помолилась, да, в городе Омске. Но получилось так, что мы приехали и стали членами команды церкви Дом Отца здесь, в Москве. И эта церковь помолилась, благословила нас для того, чтобы нам совершать труд в Юго-Восточной Азии в организации церкви. И мы с женой сказали Аллилуйя и поехали туда. Это было почти уже два года назад. и Господь нас там благословляет. первые три месяца, совершая вечерю Господню, пройдя три месяца, мы встали на колени, плачем, рыдаем, пред Господом стоим. Я говорю, Господи, ты видишь, как нам здесь тяжело. Мы вот вдвоем здесь с женой на передовой очень тяжело. Вот ты знаешь, Господи, прямо рыдали очень сильно. буквально с колен встаем в течение часа, наверное, звонит один брат и говорит, брат, ты где находишься? Я говорю, вот в Ничанге. Он говорит, а я вот пятьсот километров от тебя вон к Тау, и я уже здесь два года молюсь, чтобы здесь во Вьетнаме была церковь. Аллилуйя! Я говорю, Господи, благодарю тебя, спасибо тебе большое. И мы через буквально некоторое время встречаемся с этим братом, с его семьей. Там еще одна девушка с ним была, которая сегодня с нами вместе трудится и вместе с нами в нашем городе живет. Эта встреча была плодотворная. Так родилось тюремное служение в Таиланде. Почему? Потому что на этой встрече мы спланировали, чтобы поехать в Таиланд, там послужить, и вот так вот двигались. То есть у вас несколько направлений. Вам, во-первых, надо было вот эту основу создавать, камень, церковь, да? Да. и во-вторых, надо было представить себе, помолившись, понять план Божий, служение, направление. Ведь можно помогать бездомным, можно детям помогать. Какое-то направление вы выбрали, тюремное служение? Нет, у нас три. Сейчас я вам расскажу. Мы идем, значит, как написано в Евангелии от Матфея, 25 главе, где с 35-36 стих, там Господь говорит, Он говорит, «Был голоден, и вы накормили меня, жаждал, и вы напоили меня, был наг, и вы одели меня, странником был, и вы приняли меня, в темнице был, и вы пришли ко мне, в больнице был, и вы посетили меня». Ну, вот такие слова. Он говорит, может, я не в точной последовательности сказал, «Мы вошли во Вьетнам именно тогда, когда там произошел тайфун, который унес в нашем городе 106 жизней». И первое, что мы начали делать, это мы начинали с благотворительности. У нас были возможности, и есть возможности. Почему? Потому что Бог, Он щедрый, и мы стали раздавать продуктовые наборы людям, которые особо пострадали от этого тайфуна. И так вот мы вошли туда. Потом занимались делами благотворительности. Сегодня наше направление, которое основное, чем мы занимаемся, мы служим детям. У нас есть христианский, христианский, как сказать, лагерь или часы. То есть мы каждую неделю собираем детишек там в одном месте и с ними занимаемся. Через подделки, через английский язык, через... молимся с этими детьми. Это место, оно очень... я к нему привык уже. Люди, которые приезжают к нам на миссию или повидаться просто, они, конечно, удивлены. Это место находится прямо на кладбище. Люди живут прямо на могилах. Прямо в их домах могилы. Дети, которые там в этих... в этом месте живут, они играют в песочнице прямо на могиле. и это место, в этом месте живут прокаженные. Прокаженные и их родственники. Когда мы туда вошли, а это было в семнадцатом году, я просто заехал со своей командой в церковь туда и начал просто диалог. Я говорю, а с кем вы работаете? Она говорит, с прокаженными. Я, ну, не придал этому значению. Когда вернулся домой, я испугался. Но девочка, с которой мы договорились, она позвонила вечером и убедила, чтобы мы туда пришли. А это был праздник, Рождество. 24-е или 25-е декабря было это. Но мы, помолившись, пошли туда и до сих пор мы там двигаемся. Мы там, вот в этом городе на кладбище, мы там исследуем место это, мы находим там людей особо бедных, мы им помогаем ежемесячно, продуктовые наборы приносим туда, это вот в это место. Второй вид служения, которым мы занимаемся, это посещение больных. У нас там есть больница, одна госпиталь, он десятиэтажный. Мы поднимаемся на десятый этаж, берем с собой 200 гостинцев, берем с собой Слово Божие в таких вот типа визиток из Псалма 29-го, где сказано призови имя Господа и получи исцеление. Даем их, молимся там, нас зовут молиться, зовут благословлять детей. Я языка не знаю, но у нас есть первое, первое, есть язык любви, этот язык, он неизменный человек, с которым ты имеешь общение, с которым ты имеешь контакт, он все это понимает. Это вот самое первое. Почему? Потому что Господь говорит, даже если ты все будешь языки иметь, но не будешь иметь любви, ты иметь звенящие. Господь нас благословил, мы учимся любить, так как Он учит, есть у нас переводчики, вот сейчас вот двух девочек будем в Вьетнамах крестить, именно они вьетнамки, говорящие на русском языке. Есть у нас девочка с Америки, приехала она, она вместе с нами в команде трудится, и это тоже историческое такое чудо, которое Господь вот так берет и созидает. Почему чудо? Почему чудо? Потому что ее пра-пра-пра-пра-пра-прадед он был первым пастором Омской церкви, он крестил в Омске троих людей, и так там в 1896 году образовалась церковь. И ей достался русский язык? Сегодня, а сегодня нет, она, жили ее предки в России, в Казахстане, из Казахстана она переехала в Америку, и сегодня из Америки приехала и вместе с братом, который служил в Омске долго, она теперь служит именно во Вьетнаме на организации церкви. Вот сейчас у меня сомкнулись хотя бы приблизительно все вот эти события, потому что вы говорите вещи, которые сложно вместить, вообще в картину в одну какую-то нарисовать. Но все, что вы рассказали, все области служения, все вот эти отрасли, все направления, все переулки, все основные направления, они все подлежат определению тому, что вера отслышания. Куда бы вы ни шли, к голодным, к тем, кто на кладбище живет, в тюрьму, к богатым, вера отслышания. Отслышание. Что за плод? Да, делаете много, говорите много, тратите много денег, тратите много своих усилий, годы уходят. Что за плод? Радость от Господа. Почему? Потому что он сказал, говорит, я, говорит, вам дам. Радость весьма совершенна. И эта совершенная радость, она от него, почему? Потому что он дивно человека устроил. Он устроил человека так, что он венец его творения. Он не назвал звезды венцом творения своего, он назвал подобного себе человека, и говорит, вот. И от этого радость. Почему? Потому что Отцу Небесному ты угождаешь. И он, как любящий тебя, он тебя благословляет. И, конечно же, Слово Божие говорится, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стихом, Господь говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас, чтобы вы шли и приносили много плода. И вот мы приехали туда с женой вдвоем, одну девочку мы там крестили, слава Богу. Сейчас у нас команда, это команда, что это значит? Это посвященных миссионеров, пять человек у нас сейчас, мы вместе трудимся. И есть у нас еще два человека рядом в городе живут, и три человека сейчас приехать должны для того, чтобы нам дальше двигаться. У нас постоянно проходят богослужения, два раза в неделю у нас проходят группы встреч, группы роста, так мы их называем. И вот так вот мы двигаемся. То есть люди приходят в церковь? Люди приходят в церковь, да, люди приходят в церковь и обращаются к Господу, обращаются к Слову Его. То есть, как вы и сказали, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да и аминь. Я увидел еще вот такое, не успел сказать, может, это тоже поможет. Это мне помогло. Что я, дойдя, я служу Господу уже 15 лет официально, и я дошел до какого-то уровня жизни своей и достижений. И у меня, как примерно, как в Библии было, так, иди на право, так, иди на лево. И я прочувствовал неудовлетворение в Господе. Я понимал, что я могу сделать гораздо больше. И тогда у меня произошел разговор с Богом. Я говорю, Господь, я не знаю, сколько мне еще жить, но я очень хочу совершить подвиг для Тебя. И так вот образовалась вот эта мысль, чтобы делать подвиг для Него. И я называю это снять с себя корону нужно. Это статус-кво, который очень многих людей он сдавливает. Но когда они снимут вот эту корону и положат пред престолом Божьим, Господь откроет горизонты, куда еще можно развиваться, куда можно двигаться, куда можно идти и исполнять великое Божие поручение. Вы сказали основу. Это лишиться гордости. Это основа вообще христианства. Но я добавлю к ней, с вашего позволения, прежде чем мы закончим программу, еще желание расширить свое сердце, желание оптимизировать веру в плане того, чтобы быть открытым новому. Не бояться. И если это от Господа, будет это Вьетнам, будет это край земли, вот там и произойдет твой духовный подвиг. Спасибо большое, Александр. Напомним сейчас всем, что в эфире была очередная программа «Выбор». Мы приглашаем вас заходить на наш канал, слушать больше интересных людей. Они, кажутся мне неисчерпаемы, и я просто счастлива этим. Я напомню вам, в эфире была программа «Выбор». Я, ведущая этой программы Наталья Чернякова, и мой гость, миссионер, пастор церкви «Дом отца» во Вьетнаме, Александр Кульпин. Александр, от всего сердца большое спасибо. Спасибо вам. Всем до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин